Девчонки и ребята, всем привет! Криво и Репортаж, это не ваш обзорчика по продуктам. Давно не снимали нашу пищевую корзину. Чё едим? Время 9 вечера, я только пришла домой и забегала в наш местный Ашан. Вот. Ну, давай так. Смотри, вот в чайке всё настолько мелко, что даже в очках не могу прочитать, потому что тут половина затёрта. Ну, то есть у них, наверное, кассовый аппарат, но вот эта вот лента не очень хорошо работает. Принтер надо, не знаю, там, заменить, наверное, чернила. Вот. Поэтому не по этому чеку читаю. Сейчас будем читать по чекам, которые наклеены на продукты. Значит, у меня была скидка 140 рублей. Это баллы у меня списаны были. И получается, со скидкой я потратила 848 рублей 11 копеек. Сейчас покажу набор продуктов. Вот. Смотри, баклажаны. У нас баклажаны стоят 119,99 за килограмм. Вот эти два баклажанчика потянули на 112,79. Что я буду делать с баклажанами? Я сейчас молью на сковородочку оливковое масло, порежу баклажанчики, обжарю их на оливковом маслице, добавлю туда чесночка, добавлю лучика, добавлю перец, добавлю соль и сметану. И будет очень-очень вкусно на ужин. Дальше. Что в погоне за крымским луком? Я не знаю, ялтинский лук или нет, но купил дорогущий лук. Думаю, попробую одну луковицу большую, возьму. 249,99, 250 рублей. Вот такая вот луковица. Это за килограмм, я сказала. А вот сама она по себе потянула на 87 рублей. Здоровущая. Но если, предположим, на салат, я думаю, что вот прям вот на 4 части можно спокойно резать. И, в общем, одну часть салат крошит, это, считай, как небольшая луковичка получится. Вот. 348 грамм. Вот такая вот, ты представляешь, да? 348 грамм. Как весит хорошо. Ещё я люблю помидорчики. А помидорчики я взяла фламенко, сливовидные, 239,90. Это в сезон, 239,90. Вот. Потянули они на 157,85. Почему я говорю, потянули, я не знаю, я привыкнула. Я бы, я что-то вот так вот это на весы кладу, вот это потянула, да? Хотя не потянула, а, считай, взвешиваю, я же кладу. Ну, наверное, всё-таки вниз, когда тянет, да, груз. Когда на платформу кладёшь что-то тяжело. Так, ладненько. В общем, помидорами я ценой разочарована. Но они пахли. Для меня показатель, когда помидор хороший, если он пахнет. Зимой у нас вообще, даже самые дорогие, даже какие-нибудь азербайджанские розовые, которые по 600 рублей за килограмм, они не пахнут. У нас даже и сейчас не пахнут помидоры. Вот зайди в любой магазин, ну фигня. А вот эти они пахли. Вот. Из-за этого я их и взяла. Вот сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек на 157 рублей. Нормально. Помидорки мы вообще любим. Как бы вот. Так. Барила. Моя любимая. Барила. Что-то они тоже по акции. То ли 99, то ли 77. Не могу сейчас вспомнить точно. 99 вроде. Вот. И причем, что самое интересное, вот стоят такие пачки, да, и рядышком стоит какая-нибудь там типа для лазаньи, там, ну нарисованы, да, вот эти вот большие, типа вот в этом окошечке, видно в маленьком, типа большие такие вот эти вот, естественно, такие квадратики, да. Уже по 300 рублей. А я что, дура, что ли, за 300 рублей покупать макароны? Это надо совсем прямо с ума сойти. Вот. Дальше. Мой любимый хлебушек. Я очень люблю вот такой хлеб за 69,99. Хлебушек с семечками. Он весь-весь насыщен прямо вот с семечками. Он прямо набит. Это в любом Оршане в пекарне у них продается. Ну, как обычно, со своей пекарней, там, рядом с обычным хлебом. Вот. Хлеб с маслом, с кофейком и с кусочком сыра по утрам. Чего и вам желаю. Вот. Сметанка. Сметанка вот такая. Вот так как здесь нету цены, давай я, может быть, на чеки ее разгляжу. Пойди сюда, мой друг. Так. Что-то я... Подожди-ка, сметана. Все, вот ничего купила. Да, в чеки я, когда надо, я не могу найти наименование. Так. Баклажаны, томаты, макароны. А, вот, сметана стоит у нас 64,34. Вот такая баночка. 15-процентная. Я жирную не люблю сметану. Так. Сало, сочек белорусского взяла. Вот захотел сало. Летом, да, кому хочется сало. Мне иногда хочется. Вот такой малюсенький кусочек. Сейчас посмотрим, что он тут по весу у нас. Дата изготовления 11.07. Годен до 09.09.24. Сало белорусское у нас стоит такой кусочек на 205 рублей 82 копейки. Ага. Хорошо. И что у нас тут еще осталось? Так, правилка сказала, груши я красные купила. Марика любит. Вот. Хочу, такие вот здравущие. Три шестучки взяла. Я, может, тоже завтра на работу возьму в охоту, да? У нас груши стоят, девчат, 148,63 штучки. А за килограмм 179,90. Просто очень, даже вот я говорю, я сравнивала, вот мы даже на юге Крым, да? Все говорят, что продукты дорогие, потому что логистика идет с материка, многие продукты завозят. Поэтому они чуть дороже, чем у нас. Вот. Но ничего подобного. И вот я смотрю, на фрукты, на овощи точно, точно дороже. Кстати, у нас это алла-ча, которую мы объедались в Керчи, да? Вот просто шли, из дерева рвали и ели. У нас в Ашане она стоит 219 рублей. Вот такие вот. И почему вся зелепуха вообще? Видно, снимали с деревьев совершенно зелеными. Ну, чтобы довезти, может быть, так. Да. Ну, и пакет майка. Пакет майка там рублей 5, по-моему, стоит он. 4,29. Так. Но вишенка на торте. Там же рядышком с Ашаном. Есть частная пекарня, где работает чудесная армянская женщина. К ней можно ходить за продуктами даже, потому что там семья на диаспору целая работает. Но к ней можно ходить за выпечкой, даже только потому, что она очень лучезарно улыбается, и она очень доброжелательная. Время было 8 вечера, я к ней подошла, а у нее, понимаешь, она такая свеженькая, как будто вот она только что проснулась, умылась, поел каких-то молодильных яблок, и просто она стоит в хорошем настроении на лайте. А я понимаю, что она, я ее вижу каждый день вообще. Я ее по выходным вижу, я ее вижу в будни. Я понимаю, что человек работает, наверное, без выходных практически. Ну, если свой бизнес, так и люди работают. Вот. И я у нее покупаю булочки всякие. Ну, во-первых, я купила вот такой лавашек, лепешечку такую для Марики, потому что я белый хлеб не предпочитаю. Смотри-ка, любит. Вот. Сколько стоит, не помню, я потратила на все 179 рублей. Из этих 179 рублей я потратила 30 рублей на булочки. Ну, естественно, 179 минус 30, сколько будет там? 40 рублей, да? 49. Вот. Булочки вот такие. Булочка с творогом и с изюмом. Вот такая большая, вот если с ладонью, да, вот так сравниться. Достаточно большая. 65 рублей. Ребят, вспоминая наш отпуск, вот такая булка. Ну, достаточно, как считается, ну, дороговатый магазин. У них там есть фреш-магазин, да? Ну, рублей 40 бы она стоила. И то бабушки бы говорили, что это дорого. И у них вечером еще и скидки на... После 9 там, да? Скидки во фреш. Или после 8? После 8. Еще после 8-30 процентов скидка на какую-то определенную выпечку и на полуфабрик... Нет, на готовую еду. Там, типа, вот всякие там котлеты, вот эта вот скидка. Вот. В общем, короче, вот такая вот обзорочка. Вот все, что я купила. Сейчас пойду заниматься баклажанами. Вот. А вам, девчата, ребята, желаю хорошего настроения, прекрасного вечера. А! А, самая главная новость-то. Что я сегодня прочитала, и даже вот Марике послала, и мы это одобрили, значит, в этом, в Телеграме новость такая. Сейчас у нас создается, ну, я не знаю, Москва, не Москва, я думаю, что по России, создается сайт знакомств официально, где можно, где будут кандидаты на вашу руку и сердце предоставлять стопроцентное сведение с госуслуг по поводу долгов и алиментов. Хочется сказать людям, придумавшим вот такие сайты знакомств. Дай вам Бог здоровья и мужика богатого. Ну, либо любовница богатого. Это же прямо цены нету. Вот прямо вот реально. Знаете что? Ну, это же правда хорошо, да? Знакомишься, он тебе уши заливает, а потом оказывается, что у него алиментов там куча непонятная, да? Или долгов куча. Он тебя повел там в Макдональдс, а оказывается он в микрозайм пошел, взял, чтобы тебя освоить Макдональдс. Надо же тоже, знаешь, что есть знать. Одобряю и поддерживаю, ребята. Прекрасная новость. Ты как, одобряешь такие сайты знакомств? Где нужно предоставлять эти справки о долгах твоих? Ну, как, наверное. Ты что, не поддерживаешь меня? Поддерживаю. Ну, еще бы. Еще бы. Это просто Марика ужин ждет, она поэтому очень согласна совсем с любым моим мнением до еды. А потом, знаешь, вот первая ложка пошла, и все, и расслабляется, и может уже спорить. Вот. Но сейчас пока я, смотрю, опасается. Вот. Что хочу сказать, девчат? У вас утро, а у меня уже вечер. Вот. Поэтому я бегу. Мне надо еще, пока мне сковородочка греется, и баклажанчики жарятся, надо еще в душ сбегать. Прям жарко, невозможно сейчас. Прохладный душ. Залезу. Кстати, у меня горло болит. Вот. И горло уже начало у Марики болеть. И Марика звонила своим друзьям, и там женщина, ну и знакомая, да, подруга, говорит то же самое. И у дочки болит горло, и у нее тоже болит горло. Типа у нас по носке какой-то новый вирус. Но мы как бы ничего не боимся, потому что заразка к заразе не пристает. Вот. Извините, что я постаралась. А работает. Занято. Вот так что, девчата, ребят, желаю вам здоровья. Я сначала думала, что у меня акклиматизация, может горло за это болит. Не трогай булочку, сейчас будешь полноценно ужинать. Ну, я строго это. Не попишешь. Все, ребят, я пошла готовить ужин. Я вся в заботах и хлопотах. В общем, все хорошо, все нормально. Целую, нежно обнимаю. Пока.